Кроновщик Наталья Федоринова внимательно осматривает технику. Над этими судами она работала, что называется, от и до. Для них она теперь крестная мама. По давней традиции, крестную для корабля выбирает и женщин, которые принимали участие в его строительстве. Как бы обычно, как ребенка крестишь, так же и крестишь этого же корабля, так же. Ты за ним в ответе, за него потом. Гордость, что все-таки это строим мы у нас на заводе, что я принимала участие в этом. Длина 24 метра, а ширина почти 6. Суда предназначены для промерных и изыскательских работ. Они, можно сказать, будут открывать путь другим. Изучать рельеф речного дна, помогать прокладывать фарватер. На этих судах уже очень большой объем оборудования судового поставлен российскими производителями. Ну и вообще общий тренд судостроения в нашей стране сейчас на замещение. В течение года-двух, я думаю, практически полностью заместим все, что покупали за рубежом. Задача сложная, но вполне выполнимая, даже на примере этого завода. Еще несколько лет назад он занимался только ремонтными работами. Но в 2019-м здесь впервые за 100 лет началось полное строительство двух сухогрузов. Тогда глава региона заявил, областное правительство окажет всю необходимую поддержку. Первые шаги были сделаны несколько лет назад, и мы вместе радовались этим первым успехом. Но сегодня отдельно хочу отметить, что предприятие вышло уже на ритмичную работу, имеет портфель заказов до 1927 года, включительно. И очень надеюсь, что этот портфель заказов будет пополняться. А возможно, это становится благодаря вашему профессионализму, вашей ответственности. Тому, что вы осваиваете когда-то утраченные компетенции и восстанавливаете их здесь, на Самарской земле. Уже есть пять построенных кораблей и еще 11 в работе. Эти промерные суда отправятся в Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Спасибо большое за работу, потому что на качественный срок были вопросы по началу, но у кого их не бывает. И надеемся на следующие контракты с вами. Наталья Федоринова явно волнуется. Вот он, торжественный момент. На церемонию сотрудники пришли целыми семьями. Суда проект РДБ-66-62 к спуску готовы. Разрешите приступить к спуску? Поехали. Спускаем. В Самаре им еще предстоит пройти доработку и проверки. Дальше суда отправятся к заказчику. Во время спуска техники глава региона обсудил с руководством завода вопрос по строительству пассажирских судов. Этот вид транспорта востребован в регионе. Мощности для производства у предприятия есть. В штат более 250 сотрудников. Подписано соглашение и с университетом, чтобы уже на стадии обучения находить будущих работников. Ольга Павловская, Андрей Авдеев. Новости губернии.